Добрый вечер, Гомель! Добрый вечер, любимый Гомель! Катя, держи, это тебе. Ой, слушай, спасибо, так неожиданно. А по какому поводу презент? Ну как же, во-первых, всегда приятно сделать подарок красивой девушке, ну а во-вторых, и повод сегодня замечательный. И действительно, 29 сентября во всем мире отмечают Международный День Сердца. А потому и гостей пригласили всем разговором. С удовольствием представим наших собеседников. Главный врач Гомельского областного клинического кардиологического центра, председатель постоянной комиссии Гомельского областного совета депутатов по социальным вопросам Ольга Лях. Ольга Евгеньевна, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Главный врач Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны, заместитель председателя Гомельского областного совета депутатов Олег Иванцов. Олег Анатольевич, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Рады видеть. Итак, Международный день сердца. Думаю, это как минимум еще одна возможность напомнить всем про заботу о своем здоровье. Не так ли? Катя, вы совершенно правы. Именно такая была мотивация Всемирной Федерации сердца, когда в 2000 году при поддержке Всемирной Организации Здравоохранения в международный календарь был включен еще один праздник – Международный день сердца. Олег Анатольевич, что скажете по этому поводу? Сейчас очень активно обсуждается вопрос долголетия, активного долголетия. И вот я хочу сказать, что активное долголетие невозможно без долголетия, которое начинается в детстве, в юности. И не может быть долголетия, если оно только начинается после пенсии. Поэтому хочу сказать, что активное долголетие для людей, которые за своим здоровьем смотрят, оно должно быть постоянным. И поэтому люди всегда могут рассчитывать на то, что они проживут гораздо дольше и более качественную жизнь. И ведь действительно сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются главной причиной смерти в мире. К сожалению, об этом говорю, ежегодно они уносят более 17 миллионов человеческих жизней. Как понимаю, эта проблема актуальна и для Гомельской области. Повторяю, действительно, к сожалению, для Гомельской области, в Гомельской области та же проблема, как и во всем мире. Болезни системы кровообращения в структуре смертности занимают более 55%. И за 2014 год болезни системы кровообращения унесли более 10 тысяч жизней. В том числе 1300 – это были лица молодого возраста, трудоспособного возраста. Что самое страшное, наверное. Что самое страшное. Кроме того, уже сайт и цифра – 325 тысяч гомельчан и жителей Гомельской области страдают болезнями системы кровообращения. Ежегодно в области регистрируется до 2000 острых инфарктов миокарда. Поэтому, конечно же, проблема болезни системы кровообращения, профилактика этих болезней на сегодняшний день является крайне актуальной. И очень приятно, что появляются такие дни, такие праздники, в которые мы, медицинские работники, можем обратить внимание еще раз о необходимости той же профилактики. Кстати, эта система актуальна и для национального уровня, не так ли? Вы совершенно правы. 16 апреля ежегодно празднуется Единый день профилактики болезней системы кровообращения. В рамках этого мероприятия проходит и консультирование на уровне специалистов-кардиологов, терапевтов, болеологов. В эти дни медицинские работники активно принимают участие в работе СМИ, организуются пункты измерения артериального давления, где проводится дополнительное анкетирование, и даются информационные материалы населению. То есть эта работа проводится очень активно и в республике. Дело в том, что я хочу добавить, что вы правильно сказали, что 17 миллионов населения умирает от этих заболеваний. Так вот, одно из проблем, второе место, которое занимает заболевание судиста, это инсульт. И более 6 миллионов людей умирает от этой патологии. Что касается нашей Белоруссии и нашего региона, то эта проблема тоже очень актуальна, и она занимает второе место среди причин смертности при этих заболеваниях. В нашем Гомеле, в Гомельском регионе, в Гомельской области, мы добились того, что снизился процент смертности, потому что медицина немножко достигла больших результатов, но процент заболеваемости не уменьшился, а даже увеличился. И по статистике на сегодняшний день, по сравнению с 10-летней разницей, получается, процент заболеваемости вырос на 15% инсультов. Поэтому проблемы актуальны и для патологии сердца, и для патологии мозга сосудистой. И всё же какие стоит обозначить факторы риска? Существует ряд факторов риска, на которые мы повлиять не можем. Это прежде всего пожилой возраст, это мужской пол, это отягощённая наследственность. Но есть те факторы риска, на которые мы можем влиять. Это какие? Например, ожирение? Это ожирение. Мы должны понимать, что для наших милых дам верхняя граница объёма талии должна составлять 88 сантиметров, а для наших дорогих мужчин не более 102 сантиметров. Надо сейчас вспомнить, когда же мужчины в последний раз мерили верхнюю границу талии. Именно тогда, когда наши мужчины проходят ежегодную диспансеризацию. Именно в эти дни действительно измеряется и объём талии, и проводят взвешивание, и оценивают факторы риска. К таким факторам риска, на которые мы можем влиять, это относится и цифра артериального давления. Каждый из нас должен помнить, что давление не должно превышать 140 на 90. Гиперхолестериномия, дислипидемия. Мы тоже должны помнить, что для здорового человека уровень общего холестерина не должен превышать 5 ммол на литр. Липопротеиды низкой плотности не должны превышать 3 ммол на литр. Также мы должны контролировать уровень глюкозы крови, не более 5 и 5. В общем, другими словами, каждому надо заботливо относиться как минимум к себе. Я уже молчу, что и к другим. Очень важно беречь своё здоровье. Причём я хотела бы обратить внимание на то, что появляются факторы риска уже в детском возрасте. То есть мы, взрослые люди, воспитывая своих детей, мы уже формируем у них неправильные привычки. То есть это и гиподинамия, которая сейчас повсеместно распространена. Это и какие-то пищевые неправильные привычки. Недаром ещё Гиппократ писал, гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь. Сегодня вроде бы эти слова воспринимаются как элементарные, но на практике, наверное, оказываются самым сложным. Да, всё правильно. Дело в том, что активный образ жизни – это и называется активное долголетие, потому что человек, который живёт активно в процессе своей жизни, он и продолжает жить это и в старческом возрасте. Очень приятно отметить, что в этом году и в прошлые годы уделяется очень большое внимание в нашей стране и в нашей республике, в частности, в Гомеле, процессам активного оздоровления населения. Мы видим, что у нас открылся бассейн, большой бассейн, 50-метровый, открываются спортивные школы, потихоньку начинается делать дорожки для велосипедистов. То есть это всё способствует тому, что люди начинают привыкать к этому активному образу жизни и способствуются активным долголетию. Это очень полезно. Кардиологическому диспансеру в Гомеле чуть более 30 лет, за это время поменялось многое, в том числе и название. Расширился ли спектр услуг? Кардиологический центр является лидером в оказании помощи пациентам с болезнями системы кровообращения. За эти годы создана целостная структура, позволяющая оказывать качественную, высокоспециализированную помощь пациентам с болезнями системы кровообращения. В центре представлены все этапы оказания медицинской помощи, начиная от амбулаторного этапа, стационарный этап, этап реабилитации. Создана очень мощная диагностическая база. В центре наши хирурги выполняют практически весь спектр оперативных вмешательств на сердце. Активными темпами развивается рентген-эндоваскулярная хирургия. Опыт хирургов позволяет оказывать интервенционную помощь в круглосуточном режиме пациентам с острым коронарным синдромом. Внедряются новые методики, это ротационная атеректомия, теперь доступна пациентам с распространенным атеросклерозом. Выполняются внутрисосудистые ультразвуковые исследования, активно развивается сосудистая хирургия, внедрена новая методика лазерной внутрисосудистой коагуляции. И меня как главного врача не может не радовать ежегодное наращивание объемов оперативных вмешательств. К примеру, операции на открытом сердце за 8 месяцев текущего года прибавили на 30%. Каждая спасенная жизнь уже победа. И все же, что считаете основным достижением коллектива, единой команды единомышленников, профессионалов за последние 5-10 лет? Это, наверное, серьезный все-таки скачок вперед? Наш центр является одним из лучших центров в республике. Доступность высокотехнологичных видов помощи жителям Гомельской области является также одной из самых высоких. Наши хирурги владеют практически всеми методиками, которые внедрены в республики. И сейчас мы работаем над новым видом медицинской помощи. Это хирургические методы нарушения ритма сердца. Кадры решают все. Не нами придумано. Как повышают свой профессиональный уровень ваши специалисты? Любой врач учится каждый день. И врачи-кардиоцентры не исключение. Распространено и наставничество, и доступно обучение в республике. Наши специалисты выезжают и за рубеж в лучшие клиники, где проводятся и семинары, и съезды. То есть препятствий для обучения нет. И все же еще один важный компонент – это техническая оснащенность. Что заслуживает здесь отдельного внимания? Я коснулась темы, над которой мы сейчас работаем. Это хирургические методы лечения тахиаритмии. Перед нами была управлением поставлена задача внедрить этот метод и развить. В 2013 году была создана бригада хирургов-аритмологов, которые прошли обучение как в республике, так и за рубежом. Было получено оборудование необходимое, расходный материал. И уже с 2014 года в нашем центре выполняется радиочастотная абляция. И мне отрадно, что по отношению к 2014 году, в 2015 году по числу выполненных исследований зарегистрирована положительная динамика. Если в прошлом году это было 10 операций, то уже за 7 месяцев текущего года их 33. Мне подсказывают, у нас есть видеоматериал в тему разговора. Предлагаю прервать беседу, сразу после чего вернемся в студию и продолжим. В ближайшем будущем в Гомельском областном клиническом кардиологическом центре появится новое оборудование. Его будут использовать для хирургического лечения тахиаритмии. От нынешнего его отличает навигационная система. И одно из очевидных преимуществ – возможность снизить лучевую нагрузку как на пациента, так и на медперсонал, и даже свести его к минимуму, что для нашего региона, надо отметить, весьма немаловажно. На пациента клеятся специальные индифферентные электроды, и эти электроды снимают потенциалы, то есть электромагнитные. И мы видим как бы без рентгеноборудования положение своих электродов, которые у нас находятся в полости сердца. С помощью этих наклеек, то есть этих электромагнитных полей мы можем управлять, скажем так, в полости сердца электродов, не используя рентген-методы. Хирургическое лечение тахиокардио в кардиологическом центре развивается быстрыми темпами. Сегодня операции радиочастотной абляции, или, проще говоря, прижигания участка сердца, который вызывает аритмию, медики уже поставили на поток. Увы, такое нарушение ритма в последние годы диагностируется все больше у людей среднего возраста. Новое оборудование позволит расширить спектр выполняемых операций. И уже сегодня в листе ожидания порядка 70 человек. У нас есть список пациентов, которые нуждаются в проведении этих операций радиочастотной аблации, и те пациенты, которым необходимо выполнять процедуры, которые мы пока не можем выполнять без этой навигационной системы. В отличие от тахиаритмии и брадиаритмии, болезни сердца преимущественно пожилых людей. При редком пульсе по медицинским показаниям выполняется операция по установке электрокардиостимулятора. По спектру оперативных вмешательств выполняется при брадиаритмиях весь спектр. Это простые кардиостимуляторы, одные и двухкамерные, а также сложные устройства имплантируемые, к которым относятся кардиоверторы, дефибрилляторы и кардиоресинхронизирующие устройства. Также мы имплантируем с этого года событийные мониторы. Операции эти нетравматичны. В большинстве случаев проводятся под местным наркозом, когда пациент находится в сознании. А эффект от такого хирургического вмешательства заметен практически сразу. В дальнейшем контроль работы имплантируемого устройства и состояние человека проходит раз в год. Средний срок службы кардиостимулятора – около 10 лет. После операции мне разрешили управлять даже автомобилем. Можно уже и сходить на рыбалку, и в грибы. Съездил на море, уже неоднократно отдыхал за 4 года. Качество жизни намного улучшилось. Пропала задышка, стал ходить в город, радоваться жизни. Операционная активность Гомельского областного клинического кардиоцентра самая высокая в Республике Беларусь. В среднем здесь выполняют до 50 имплантаций электрокардиостимуляторов в месяц. В год эта цифра переходит в полутысячный рубеж. В рентгеноперационном отделении, где проводят эти манипуляции, сегодня работает 4 врача-кардиохирурга. Я считаю, что это направление очень перспективное. Эти операции мало травматичны, мало инвазивны. То есть для человека они не так страшны и переносятся легко, но эффект от них очень большой. То есть человек сегодня живет с редким пульсом, завтра живет полноценной жизнью с хорошим пульсом. И наоборот. В прошлом году Гомельский областной клинический кардиологический центр отметил свое 30-летие. Сегодня здесь оказывают населению кардиохирургическую, кардиотерапевтическую и профилактическую помощь. На базе центра также находятся кафедры Гомельского государственного медицинского университета. В целом, к своему юбилею, учреждение стало представлять целостную структуру, способную выполнять самые сложные задачи. Что ж, а мы продолжаем. Более 70 лет госпиталь инвалидов Отечественной войны на страже тех, кто защищал нашу Родину. Удается ли успевать в Лонге за современными технологиями и тенденциями в медицине? Вы совершенно правы. В следующем году нам исполняют 75 лет. И на протяжении всех этих лет нам удается поддерживать хороший уровень на высоком уровне. И не только, допустим, в персональном, но и в техническом. Благодаря, конечно, поддержке нашего Восполкома, нашего Управления здравоохранения, нам за последние годы удалось закупить очень хорошее оборудование. На сегодняшний день мы имеем три УЗИ-аппарата, два из которых эксперт-класса. Имеем очень хороший томограф компьютерный, большой зал барокамер. Кроме того, мы обладаем энтоскопическим оборудованием, которое высокого тоже класса, японского производства. И лаборатория, которая у нас есть, позволяет диагностировать практически всю патологию крови. Поэтому говорят, что мы отстали, такого не приходится. Мы на хорошем сейчас уровне находимся в оснащении. И все же, Олег Анатольевич, что вызывает особую гордость сегодня? Ну, особую гордость вызывает, конечно, коллектив. Коллектив, потому что столько лет мы сохраняем эти традиции, сохраняем любовь к нашим ветеранам, к нашему поколению, которое заслужило этого уважения. И коллектив, это передается поколение в поколение. Ну, а кроме того, конечно, уважение на то, что этот коллектив, он высокопрофессиональный. Поэтому это самое большое достижение нашего госпиталя. Олег Анатольевич, может быть, есть такая статистика, какому количеству ветеранам удается помогать в год? К сожалению, как ни прискорбно говорить, но эта статистика нас не радует, потому что ветеранов у нас все меньше и меньше. И если мы в течение года пролечим 11 тысяч пациентов, то из них получается льготный контингент, который относится к ветеранам, 25, максимум 30%. То есть это наши ветераны, которые участвовали в войне, всего их в области всего лишь 2 тысячи с половиной, труженики тыла, узники концлагерей. Поэтому это коллектив, это контингент, который немножко уходит с этой жизни. И поэтому нам отрадно, что мы до сих пор помогаем им. И отказов в госпитализации, в услугах, в реабилитации и лечении для этих категорий граждан у нас нет и не будет никогда. А все потому, что люди понимают, что попадают в руки профессионалов? Ну, наверное, да. Потому что в самом деле у нас есть хорошие персоналы. Знаю, что в последние годы госпиталь Отечественной войны работает как центр реабилитации, причем не только для ветеранов. Насколько востребованы ваши услуги? Вы совершенно правы. Мы в течение 10 лет развиваем реабилитацию, медицинскую реабилитацию. И на сегодняшний день, в 2012 году, у нас открыт Гомельский областной центр медицинской реабилитации. Четыре отделения в этом центре – это пациенты после инсульта, после инфаркта, после тяжелых травм. И мы сейчас открыли новую реабилитацию после онкозаболеваний. Отделения очень востребованы, потому что реабилитация – это сейчас является одной из основных этапов лечения пациентов. Для того, чтобы они вернулись в постоянную жизнь более адаптированными, социально значимыми, не были обузы для общества. И что отрадно сказать, что не только наши граждане оценили эту реабилитацию. На сегодняшний день мы имеем пациентов и с Украины, и с России, и с Германии, и с Польши. Вот у нас сейчас проходит лечение гражданин Франции, гражданин Китая, ну и россияне. Поэтому эта реабилитация нужна не только нашим гражданам, но и иностранцам, которые оценили высоко уровень нашей реабилитации. Действительно говорит о качестве услуг. Кстати, если в продолжение темы реабилитации, знаю, что хорошие наработки сегодня есть и в сфере реабилитации людей, которые перенесли инфаркты, не так ли? Совершенно точно. У нас одно из самых крупных отделений в нашей области по реабилитации пациентов, перенесших инфаркт и операции на сердце. И что самое интересное, мы за эти годы добились очень хороших результатов. Мы имеем свои методики для реабилитации пациентов. Имеем возможность предложить им ряд тренажеров, которые уникальны в этом плане. В частности, тридмил, которые позволяют определять функциональные возможности сердца после любой патологии. И у нас есть возможность еще сейчас закупить еще новое оборудование, которое повысит реабилитационный потенциал наших пациентов. И вот одно из дочерей наших специалистов и нашего госпиталя, что мы освоили в этом году новый вид реабилитации, так называемый утренний этап реабилитации, когда пациенты после сна делают раннюю зарядку с инструктором прямо на воздухе. И имея терренкур, на котором отмечен метраж для движения, после этой зарядки инструктор под руководством аккортура происходит эта вся процедура, рекомендует движение пациенту вначале 50 метров с остановкой, потом 100, а к концу выписки почти все имеют возможность пройти почти полкилометра, может даже и больше. Поэтому это достижение очень нас радует, и мы будем дальше стараться их развивать. Ну что ж, я думаю, пора подводить некоторые итоги первого блока. Что изменилось за последние 10-20 лет в отношении граждан к собственному здоровью? Значит, ну, мы наблюдаем то, что наши пациенты стали, конечно, относиться более бережно к самоздоровью. Не все, не все, потому что еще далеко до того, чтобы все относились бережно. Но те, которые пациенты мы наблюдаем, они в большинстве случаев очень добросовестно выполняют наши рекомендации. После выписки стационара они принимают лекарства, стараются принимать лекарства. И тот процент, которых мы видели, тяжелых пациентов запущенных, которые поступали к нам раньше, сейчас он, конечно, уменьшился. Поэтому это приятно наблюдать. Наверное, в дальнейшем этот процент запущенности будет уменьшаться, и люди все же поймут, что самое главное – это беречь здоровье. Не лечить себя, когда заболел, а именно беречь. Что хотелось еще сказать. Значит, здесь говорили о вредных факторах и упомянули о пол. Значит, для мужчин, это касается чисто мужчин, мы подвержены более значимым факторам риска, чем и женщины в раннем возрасте. И исследования, которые провели ученые, вот в частности американцы, показали, что мужчины в возрасте 30-39 лет 5% уже имеют атеросклероз, а женщины только 0,5%, в 10 раз меньше. И этот процент потихонечку с возраста уменьшается, и к 70 годам процент атеросклероза мужской и женской уравнивается. Поэтому хочу пожелать, чтобы мужчины более бережно отношились к своему здоровью и берегли его больше, чем того необходимо. Вот так вот. Ольга Евгеньевна, ну вот Олег Анатольевич говорил о том, что людей, которые щепетильно, достаточно щепетильно относятся к своему здоровью, становится все больше. Это можно судить как минимум потому, что ледовые дворцы, бассейны, велодорожки, которых со временем становится все больше и больше, заполнены. Это информационная работа, которая проводится медицинскими работниками, и просто становится модно быть здоровым. Люди понимают, что здоровье – это великое благо, которое нам дается от рождения, и очень важно жизнь прожить так, чтобы этого здоровья нам хватило на долгие годы. Ну что ж, спасибо за полезный и интересный разговор. Доброго вам вечера и крепкого здоровья. И до встречи. До встречи. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну а мы двигаемся дальше, и самое время уступить эфир рубрики «Дежурный по городу». Наш корреспондент Юлия Борисовец расскажет о самых ярких и заметных событиях Гомеля последних нескольких дней. Добрый вечер, студия. На связи дежурный по Гомелю. На дворе осень, а это значит хорошее время для семейных посиделок у телевизора. Ну а мы вам расскажем, что происходит в нашем городе. Кубок Беларуси по пожарно-спасательному спорту, новый музей фотографий, единственный музей в Беларуси в Гомеле, и новая экологическая тропа для юных экологов. Дайджест актуальных новостей. Именно в Гомеле определили нового обладателя Кубка Беларуси по пожарно-спасательному спорту. На протяжении двух дней на базе лицея при Гомельском инженерном институте МЧС свое мастерство демонстрировали претенденты на Кубок. В судейском протоколе 9 команд от каждой области города Минска, а также столичного командно-инженерного и Гомельского инженерного институтов Министерства по чрезвычайным ситуациям. Лучших определили по итогам двух видов соревнований. Это преодоление стометровой полосы с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице. Итоги весьма отличаются. Кому-то и до первого разряда далеко, кто-то в одном шаге от мирового рекорда. Гомельчанин Владимир Стрельченя завершает подъем по штурмовой лестнице с итогом 13,9. До мирового рекорда не хватает 1,3 секунды. Однако на этом Кубке это лучший результат. Все элементы очень техничные и достаточно сложные. Неподготовленный спортсмен не выполнит все элементы так нужно и не покажет высокие секунды, потому что не только технически нужно быть готовым, но и физически. Кубок Беларуси 2015 по пожарно-спасательному спорту в копилке команды Гродненской области. Гомельчане в этот раз пятые. Ну а здесь, по адресу Комунаров 7, в Гомеле теперь находится не фотоателье, а первый в Беларуси музей фотографии. Мы также оказались в числе первых посетителей. Музей имеет два блока – постоянную экспозицию и временную. Первая в хронологическом порядке отображает развитие фотосъемочного движения в Гомеле. Кроме фотографий 20-го столетия, тут можно найти коллекцию уникальной техники. Более пяти лет фотографы, работники музея, просто друзья и знакомые собирали эти аппараты. Второй зал вмещает в себе экспозиции современных фотохудожников. Здесь мечтают о создании настоящей творческой лаборатории. В планах – открытие комнаты фотопроявки. Музей должен развиваться, здесь будет большое количество часто сменяемых выставок, здесь должны быть и будут мастер-классы, которые будут проводить наши гомельские фотографы. А в это время на другом конце города Гомещина принимала делегатов со всех регионов Беларуси. Учебные заведения дополнительного образования детей и молодежи свой учебный год начали успешно с открытия новой экологической тропы на базе Макеевского лесничества. Это первая экотропинка городского значения, 11 станций которой протяженностью более 3 километров. Это различные участки живой природы и все то, что происходит в лесном массиве. Природные вырубки, в которые вмешивается человек, уникальные муравейники. Достаточно много всего, что должен знать человек, живущий в гармонии с природой. Проект этот был интересен тем, что вокруг создания этой тропы сплотились представители разных уровней образования. Это и наш университет имени Франциска Скорыны, это и наша школа опорная по экологическому направлению 69-я города Гомеля и наш экологический центр. Во время экскурсии гостям продемонстрировали разные формы экологической работы, исследовательскую деятельность, работу летних профильных лагерей и даже экотеатр, а также демонстрацию умений в рамках объединения по интересам юных эколог. Здесь даже попробовали новые лекарственные травяные настои, чтобы сердечки были крепче. Ведь здоровое сердце – это залог новых побед и открытий. Ну а мы продолжим изучать калейдоскоп Гомеля, чтобы рассказать вам о них в следующих передачах. Ну что ж, мы убедили, жизнь нашего города кипит, и каждый день гомельчан насыщен яркими событиями. А если вы смотрите нашу программу, то вечер будет не только интересным, но и, конечно же, полезным и добрым. Саш, знаешь, добро – такое хорошее слово. Мне вот сейчас вспомнилась фраза, которую недавно прочитала. Принадлежит она русскому писателю Льву Толстому. Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь всегда себе. Это практически про наших гостей. Сегодня это второй секретарий Гомельского областного комитета Белорусский Республиканский союз молодежи, куратор волонтерского движения «Доброе сердце» в нашем регионе Юлия Сатырева. Юлия, добрый вечер. Добрый вечер. А также руководитель Гомельского волонтерского движения по защите бездомных животных Светлана Лапо. Свет, здравствуй. Добрый вечер. Итак, рада видеться в студии областного телевидения. Сегодня наш разговор посвящен Всемирному дню сердца. А какие качества присущи сердцам людей? Свет, Юлия, много ли добрых, хороших людей вы знаете? Безусловно, нас окружают люди, их огромное количество. И каждый человек, он в чем-то заслуживает того, чтобы считаться добрым и быть добрым. Главное пробудить какими-то действиями, в том числе своими, да, вот эту доброту. Свет, что касается твоего окружения? На мой взгляд, безусловно, добрых людей гораздо-гораздо больше. И это радует не только на сегодняшний момент, это было и есть всегда. И добрых и отзывчивых людей гораздо больше, чем плохих. Как бы люди ни говорили, как бы ни жаловались, что очень много злых людей, это не так. Мы на примере даже бездомных животных в этом убеждаемся каждый день. То есть даже, наверное, в проблемных вопросах, в проблемных историях, вот это как раз-таки проявляется намного больше. Ну, как говорят, друг познается не только в беде, но и в радости, да. И когда проблемные моменты, конечно же, безусловно, подключается гораздо больше людей, но когда и приятные моменты, мы тоже всегда радуемся тому, что нас поддерживают добрые люди. Вот уже который год в Беларуси действует волонтерское движение «Доброе сердце», организатором которого является Белорусский Республиканский Союз молодежи. Юлия, расскажите об этом движении. Волонтерское движение Белорусского Республиканского Союза молодежи «Доброе сердце» зародилось в 2008 году и на сегодняшний день объединяет почти 27 тысяч молодых людей по всей республике. Из них порядка 4 тысяч в Комельской области, ребята. Вот это да, такой огромный волонтерский отряд с большим сердцем. Совершенно верно. И не зря оно называется «Доброе сердце», потому что человек только с добрым сердцем способен на искренние дела и хорошие поступки. Это правда. Юлия, кому чаще всего адресована ваша помощь? Наша помощь адресована тем, кто в ней нуждается. И есть замечательные слова «делай добро до тех пор, пока есть люди, которые в нем нуждаются». Ну кто это? Это в первую очередь те, кому нужно немножечко больше помощи и поддержки в нашем непростом мире. Это детки из многодетных семей, дети-инвалиды, многодетные семьи, престарелого возраста люди, ветераны наши уважаемые и еще-еще многие-многие другие. Волонтерство – дело добровольное. Как стимулируете ребят к активной деятельности? Вы знаете, стимулировать ребят, в общем-то, не приходится, потому что этот посыл идет изнутри, из глубины души. И ребята зачастую приходят и сами говорят, что мы хотим в этом поучаствовать, мы хотим вести свою лепту. Добрые дела. Вот, кстати, сейчас на экране один из примеров в тему разговора – благотворительный марафон, который этим летом прошел в Гомельской области. Расскажите о нем. Не случайно он назван марафон, потому что это движение, эта акция, она вообще является ежегодной, она затрагивает абсолютно все уголки нашей республики. И Гомельская область не исключение. В этом году, вот до августа месяца в каждом районе, в каждом населенном пункте состоялись концерты благотворительные по сбору средств, по сбору необходимых вещей для тех, кто в них больше всего нуждается. И завершающим этапом стал вот такой большой концерт, организованный в городе Гомеле. И, значит, он объединял не только вот концерт, а были еще мероприятия под его эгидой, которые все сложились в большой, огромный день добра, который в этот день проводился по всей нашей области. Насколько активно гомельчане подключились к данной инициативе? И не только гомельчане, хочу сказать. Из ближайших районов приезжали делегации, огромные автобусы. И нужно сказать, что люди относились с пониманием. И я, например, не слышала ни одного ответа на предложение посетить концерт. Нет. Артисты белорусской эстрады также подключились к благотворительному марафону. Среди них и Петр Елфимов. Внимание на экран. Первоочередная задача, скажем так, даже не задача, а, вероятно, необходимость отдать кусочек того, что мы можем сделать, как артисты. Часть себя в данной ситуации, наверное, самое малое, что мы можем тому, кто нуждается в этой помощи. Короткие комментарии. Вот, Юлия, наверное, созванивались с артистами, с многими. Как вообще реагируют звезды нашей эстрады на такие предложения бесплатно на волонтерских условиях поучаствовать в таких проектах? Очень отзываются, очень хорошо реагируют, соглашаются и по мере возможности оказывают поддержку. Потому что марафон не только в Гомельской области проходит, он пройдет абсолютно в каждом областном центре. И поэтому можно сказать, что состав артистов, он, можно сказать, постоянно из года в год. Это те ребята, которые ежегодно участвуют в благотворительных концертах и радуют нас своим творчеством. И все-таки благотворительный концерт, это, наверное, самое яркое, но, наверное, не самое главное. Удалось собрать достаточную сумму для помощи нуждающимся, не так ли? Ну, скажем сразу, прямо, что сумма никогда не бывает достаточной. И те денежки, которые мы собрали, перечислили, они все-таки окажут значимую поддержку родителям этих ребят. Каких ребят, Юлия? Уточните, пожалуйста. На оргкомитете по организации проведения марафона в нашей области было принято решение, что помощь будет оказана в пользу двух студентов Гомельских вузов. Это Владислав Климашевский, студент Белорусского государственного университета транспорта, и Даша Мазурова, студентка. Ну, к сожалению, ей не удалось ни одного дня поучиться, но все же она является студенткой Гомельского государственного университета с Кариной. Эти ребята попали в автомобильную катастрофу, и сейчас им нужна помощь, ну, в основном материальная, для реабилитации. Что ж, пожелаем ребятам выздоровления скорейшего, правда? Да, конечно. Да, выздоровление ребятам, но я знаю, что у акции был и свой символ, насколько понимаю, в виде сердца. Да, вот сейчас у меня на латкане пиджака значок, на котором написано «Я выбираю добро». Именно он стал символом нашего благотворительного марафона. Я с радостью хочу вручить его вам. Спасибо большое. Прямо сейчас подключимся к марафону «Добрых дел» с удовольствием. И мы вас посвятим волонтерам. Волонтерам. Мы постараемся оправдать ваши ожидания. Как минимум с информационной точки зрения, не так ли? Конечно. Свет, вы уж точно неспроста стали обладательницей такого маленького символа добра. Знаем, что у вас и у ваших волонтеров большое доброе сердце. Вы не раз доказывали это на деле. Почему вы это делаете? Ну, наверное, доброта исходит из каждого человека изнутри. Доброта – это такое понятие растяжимое. И у каждого из нас бывают вспышки эмоций, бывает где-то гнев. Это свойственно каждому человеку. Но при этом я, мои волонтеры, многие сердобольные люди не могут пройти мимо чьей-то беды. Я не говорю даже про животных, не только про животных. И про людей, которые нуждаются в помощи. Вот как сказала Юля, ребята, которые попали в ДТП, понятно, что такая беда не оставит никого равнодушным. Если действительно у тебя есть в сердце доброта и действительно ты все-таки хочешь помогать, ты будешь это делать, несмотря ни на что. И я могу сказать, исходя из своего опыта, бывает очень устаешь и говоришь, все, бросаю. Но при этом ты не можешь это бросить, потому что это настолько, даже не привык, это настолько уже в тебе живет, что ты уже себя не представляешь без этой деятельности. И даже если ты болеешь, ты все равно пытаешься как-то сквозь температуру, я говорю даже про своих ребят-волонтеров, сквозь какие-то проблемы семейные, ты все равно пытаешься помочь, несмотря ни на что. И, наверное, это все-таки вот живет в человеке, по-другому это никак не назовешь. И показательные примеры. Какое количество неравнодушных людей объединяет ваше волонтерское движение и вообще, кто эти люди? Хотя бы вот это студенты, либо больше работающие молодежь, либо люди постарше? Если говорить, например, о социальных группах ВКонтакте, в Однокласснике, то ВКонтакте это цифра 15400 человек. Это же не значит, что все люди помогают, это участники группы. Ну и помогать им нужно по-разному. Но гамильчан наших, сердобольных гамильчан, очень много, которые помогают. И количество волонтеров я уже сейчас даже не считаю, потому что эти люди постоянно либо меняются, кто-то сходит с дистанции, потому что реально не выдерживают нервы. Это такая деятельность, да, когда приходится тебе видеть и смерти, и слезы, и разочарование. Все есть. И эти люди меняются. Но есть стабильное количество волонтеров, которые уже стойко несут волонтерскую службу. Три года так точно, всего нашему движению пять лет. И эти волонтеры с самого основания вот со мной идут по этой дороге. И слава богу, вот как-то мы держимся командой. И количество этих волонтеров, ну, я так скажу, примерно постоянных волонтеров 20-30 человек. Это которые... Активных. Активных, я бы сказала, очень активных. И постоянно. А волонтеров, которые помогают много, их действительно много. Есть волонтеры, которые помогают финансово, машинами, лекарствами, кормами. То есть они помогают конкретно чем-то, но они помогают. И за это им спасибо. Старт волонтерскому движению в Гомеле был дан еще в 2010 году. Свет, с тех пор ситуация с бездомными животными в нашем городе изменилась как-то? Изменилась, безусловно, в лучшую сторону. По одной простой причине, что о нас знают. Люди знают, куда обращаться в случае дорожно-транспортного происшествия, если оно произошло с животным. Люди знают, что можно обратиться к нам, и мы окажем помощь. Я не скажу, что ситуация изменилась в целом в городе. Нет, она как была тяжелой ситуацией для бездомных животных и для сердобольных людей, так она и есть. К огромному сожалению, у нас так и не появились законы о защите животных, приюты. И на сегодняшний день мы по-прежнему содержим животных в своих квартирах, за свой счет, за счет помощи людей. Но в целом, я считаю, что уже изменилось понятие людей о том, кто такие бездомные животные, и о том, что им нужна помощь. И все чаще люди спешат помогать. Хотя, не скрою тот факт, что очень много людей выбрасывают животных, и очень много людей, которые пройдут мимо. К сожалению. К сожалению. Света, скажите, а как ищете хозяев для питомцев, которые находятся в данный момент, в том числе и в данный момент, на передержке? Конечно же, в первую очередь нам помогают социальные группы ВКонтакте, ВОДНОКЛАССНИКАХ. Также мы привлекаем разные интернет-ресурсы для того, чтобы пристроить наших животных. Мы делаем фотографии, мы размещаем объявления. В свое время нам очень помогала рубрика «Хозяин Тащизина» в Гомельском областном телевидении, которая нам помогла пристроить больше сотни животных, так точно. На сегодня, к сожалению, нет людей, которые помогли бы нам финансово оплачивать эту рубрику, но она бы нам очень бы помогала, поэтому будем рады, если кто-то найдется, все-таки поможет. И, безусловно, газеты наши, городские газеты, которые нам еженедельно в выпусках своих печатают фотографии наших четвероногих бездомышей, которые в итоге находят свои домики. Ну и, конечно, сарафанное радио, правильно? Безусловно. Один другому. И есть такая компания «Предпром», ребята, которые безвозмездно нам размещают аудиоролики в автобусах и троллейбусах, и эта реклама очень действенна и пользуется такой хорошей популярностью, потому что очень много людей звонит. Светлана, это правда, что ваша группа в социальной сети ВКонтакте насчитывает уже более 15 тысяч участников. Все ли оказывают реальную помощь? 15 тысяч 440 человек. Я буквально вчера смотрела. Нет, безусловно, не все. Это участники в группе, но гомельчане, которые состоят в группе, большая часть, я бы сказала, что оказывают помощь. Есть достаточно традиционный, это здорово проект «Подари им шанс». Расскажите о нем. Акция «Подари им шанс» была создана 5 лет назад мной. Это была идея взята у минских волонтеров, но на наш лад. И на сегодня эта акция очень действенна для нас. Мы ее проводим 2 раза в год. И на акции мы, как правило, пристраиваем около сотни животных. Есть количество животных, которые возвращаются после акции, но в дальнейшем они находят свои дома, потому что после каждой акции в наших группах в социальных сетях прибавляется участников. И когда даже просто прохожие проходят мимо городского центра культуры, где мы, как правило, проводим эти акции, они просто заходят, либо берут животное, либо помогают кормами, лекарствами, как правило. И они, как правило, становятся нашими волонтерами. И вот эти акции, они дают огромный шанс, на мой взгляд, нашим животным на счастливое будущее. И эти акции показывают, что в Гомеле и Гомельской области большое количество людей с большим сердцем. Да, безусловно. Светлана, расскажите, а в этом году планируется такой проект в Гомеле? Да, проводятся. И мы бы хотели, пользуясь случаем, пригласить всех неравнодушных гомельчан 17 октября в городской центр культуры на Ирининской, 16, на благотворительную акцию. Десятую уже по счету. Это будет юбилейная акция. Наших гостей ждет большая праздничная программа, бесплатные консультации ветеринарных врачей. Ну, а также вы сможете подарить шанс нашим бездомным животным. Начало в 12 часов. Будем надеяться, что и на ближайшую акцию придет немало неравнодушных людей с большим добрым сердцем. Тем временем, пэт-терапия или терапия животными все больше становится популярна и распространенной в западных странах, да и в Гомельской области, в Беларуси у нас. Светлана, расскажите о опте, который перенимаете у зарубежных коллег. Наверное, будет правильно сказать, что в Беларуси анималс-терапией занимаемся, наверное, только мы. Потому что я общалась с брестскими волонтерами, с минскими волонтерами, и ребята были удивлены, как же нам удается договариваться с руководствами домов престарелых, с детскими домами, чтобы мы ездили туда с животными. Вот эти уникальные снимки. В принципе, очень просто, потому что, наверное, нужно уметь объяснять то, что это очень необходимо для тех людей, у которых ничего, никого нет, и которые, в принципе, доживают свою жизнь в интернатных учреждениях. Свет, как люди реагируют на животных, на ваш приход? Самое удивительное, как животные реагируют на таких людей, даже те животные, которые в силу своего возраста очень эмоциональные, они там ведут себя очень спокойно. Спокойно. И, как правило, они очень к этим людям тихонько подходят и как будто знают, как с ними общаться. Люди, многие, те, кто поначалу, когда мы первый раз приезжали, очень пугались, даже плакали некоторые, то в последующие разы они нас очень ждут и всегда встречают у ворот, и, наверное, больше ждут даже животных, нежели нас. И мы этому рады, потому что наша основная цель – это доставить людям радость. То есть действует все-таки? Действует еще и как. Как известно, добро порождает добро. И, надеемся, наш добрый вечер в вашей компании тоже принесет свой вклад, и неравнодушных людей после нашей программы станет больше. Обязательно, я в этом точно уверен. Спасибо за интересный разговор. Спасибо вам и доброго вечера. Доброго вечера. Доброго вечера вам и всем жителям. Спасибо. Ну что ж, самое время поставить точку музыкальную. Сегодня это сделают волонтеры Гомельского движения по защите бездумных животных. Ну а мы с вами прощаемся до следующего вторника. Берегите себя и заботитесь о своих сердцах. Доброго вечера, друзья. Доброго вечера. Доброго вечера. Доброго вечера. Спеши к нему всегда, иди дорогою добра. А сколько будет разных сомнений и соблазнов. Не забывай, что это жизнь не детская игра. Ты прочь, гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда идти дорогою добра. Ты прочь, гони соблазны, у свой закон негласный Иди, мой друг, всегда, иди дорогою добра Ты прочь, гони соблазны, у свой закон негласный Иди, мой друг, всегда, иди дорогою добра Ты прочь гони, сомбластный, Пусть свой закон не гласный, Иди к нему всегда, Иди дорогою добра. Продолжение следует...